Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в нашу зеленую эволюцию. По плану у нас сегодня, собственно говоря, именно эволюция и есть очередная. Я пропустил, по-моему, если не ошибаюсь, три рода. Ну и к тому, что мы будем эволюционировать, что мы будем, скажем так, закреплять, мы с вами перейдем чуть-чуть позже. А сейчас мне нужно взять вот этот листик. Вы меня просто запутали, на самом деле. Вы мне сказали, что надо сделать из хвоща какую-то хрень для того, чтобы мед добыть. А на самом-то деле нужна была вот эта вот палочка, да? Для того, чтобы разобраться вот с тем вот гнездом и добыть мед. Правда, я не знаю, зачем он нужен, но сейчас мы это с вами узнаем. Так. Блин, надо было... Так, чё-чё-то... А, подожди, точно, её надо сначала было осмотреть. Я же её ещё ни разу не делал. Найден новый инструмент. Стебель стангерии шерстистой. Достать. Отлично. Новое применение инструменту найдено. Вы мне ещё писали, что надо попробовать там всякие инструменты попробовать сделать из драгоценных камней, из метеорита. Нет, ребят, это нельзя всё сделать, к сожалению. Найдена новая еда, мёд. Так, давайте быстренько это дело заточим. Наверное, это очень-очень вкусно. Да, слушайте, неплохо так. И защита нам даёт... А, кстати, подождите. А ведь с этим мёдом, наверное, можно что-то сделать тоже. Давайте-ка сейчас попробуем. Можно ли с ним, собственно, что-то сделать при помощи тёрки, к примеру. Только, скорее всего, не. Смотрите, можно достать и второй раз. Вы воздействовали на пчелиные улей подходящим инструментом минимум два раза. Так, изменить мы можем с этим чё-то? Ай, блин, просто просрал, да? Ну ладно, пойдём. Пойдём тогда ещё добудем мёда. А пчёлы мышей не ловят совершенно. То есть можно спокойно добывать. Ай-ай-ай-ай. Нет, они ловят мышей. Они ещё как ловят мышей, у меня вся жопа в укусах. Снимаем эту бяку. Бяку-каку. И, эээ, так. Так, выбрасываем и посмотрим, можем ли мы сделать что-нибудь при помощи вот этой вот тёрочки. Походу, дело, при помощи тёрки ничего нельзя. Можно просто пролюбить, собственно говоря, этот самый мёд. Ну ладно, это всё замечательно. Нам ещё по плану надо бы найти метеорит где-то в болотах. Но для начала давайте мы проведём эволюцию. Значит, что у меня есть? Ну, детёныши это ладно. У нас есть у взрослой особи, во-первых, метаболизм, который мне очень-очень нужен. Двигательная функция. Нет, двигательная функция не у детёныша. А, подожди, у детёныша, да, вот это открытое, во-первых, метаболизм, да. Во-вторых, двигательная функция. В-третьих, поселение. Детёныш ПВУ и представители этого рода смогут быстрее исцеляться во время сна. Так, это у нас закрыто. Где-то у нас ещё какая-то была... Ммм, дожди. А чё, к старикам не передалось, да? Ну ладно, в общем, самое главное у нас есть. Мне, в принципе, в первую очередь нужен метаболизм, ребята. Поэтому мы будем сейчас проводить эволюцию. Так, что это, кстати? Мастер побега от присмыкающихся. Судя по всему, у нас есть, помимо мамбы и помимо питона, ещё парочка присмыкающихся, от которых надо бы научиться бегать. Ну а сейчас давайте мы эволюционируем. Ну да, в принципе, в этот раз мы эволюционировали всего на 643 года. Ой, 643 тысячи лет, конечно же, да. Добавлено достижение 17, успешное свершение 2. Так, бонус за опережение времени плюс 60 тысяч и года за свершение плюс 45. Новорожденных 24, больше, чем в прошлый раз. А умерло 0. Замечательно. Разница 795 тысяч лет. Развитие опережает науку. Текущий эволюционный скачок, соответственно, 763 тысячи лет. Так, и мы, в принципе, не скакнули вперёд по этапам, да. То есть мы остались на том же самом уровне. Так, куда это нас занесло, интересненько? По-моему, место полное, всеобъемлющее дерьмище. Это очень плохо. Надо будет сейчас, значит, наших детёнышей всех забрать и переместиться куда-то в другое место. Где мы находимся, чёрт его знает. Я вообще не понимаю, где мы реально находимся. Слушай, ни одной точки. Подожди, вот там вот какая-то знакомая точечка. Слияние рек. Твою мать, куда меня занесло? Здесь нет ни одного нормального места. Посмотрите, здесь же нельзя даже нормально спрятаться. Ладно, надо срочно брать всех детёнышей и валить куда-нибудь. Короче, значит, что нам надо? Нам надо сделать какой-то инструмент, хотя бы примитивный. Можно обтисать просто палочки и раздать его всем бебезьянкам. Короче, Склифосовский, в какую сторону мы с вами пойдём? Вот в чём вопрос. Мне надо найти какое-то место. Но тут, по ходу дела, всё не исследовано, да? То есть все исследованные территории находятся где-то в жопе мира. Вот это что у нас такое? Давай пойдём посмотрим, что ли. Мне нужно какое-то убежище с защитой от дождя, потому что иначе мы здесь просто околеем. Где-то тут, смотрите, что-то здесь есть прямо вообще вот близко-близко. Сделайте открытие. И что же это за место-то такое? Великое озеро. Укрытие с обваленной скалой. Подождите, вы хотите сказать, что я нахожусь где-то у самого озера, внизу? То есть мне надо просто забраться по скале, как я понимаю, наверх. И там будут те места, на которых мы до этого селились. Я бы, честно говоря, под скалу бы забрался куда-нибудь. Вот туда же, где мы до этого были. Где ещё всякие эти беззащитные насекомые. Вот куда-то туда, скорее всего. Но чёрт его знает, где это находится. Вот где-то там все эти исследованные территории есть. Укрытие на... Нет, укрытие на берегу озера мне точно не катит. Потому что укрытие на берегу озера это жопа. Так, ребятушки. Ребятушки, надо срочно созвать стаю. Надо созвать военный совет и узнать, куда мы с вами идём. Я искренне надеюсь, что вот там вот наверху есть что-то полезное. И в смысле есть территория, на которой я уже бывал. С хорошим убежищем. Сейчас мы посмотрим, что там на самом деле наверху находится. Заберусь туда. Не знаю, что будут делать мои другие бебезянки. Ну, надеюсь, что пойдут за мной. Ну, как же меня так кидануло-то? Кто выбрал в процессе эволюции? По-моему, в процессе эволюции наши бебезьяны стали дебилами. Потому что только дебил мог выбрать такую территорию для поселения. Ладно, пойдём сейчас вот туда, но надо сначала отдохнуть. Давай, быстрее отдыхай. Надеюсь, что бебезьянычки меня сейчас догонят. И не забагуются где-нибудь в каких-нибудь кустах. Нифига не понимаю, где мы оказались. Хотя, с другой стороны, вообще-то вот это дело похоже на укрытие со скалой. Мне надо, короче, найти место, где мы будем с вами жить. Ох ты, ёшкин ты матрёшкин, а? Эй, алё! Ты чё, кабанит заохренел, что ли? Так, надо, похоже, отпугнуть этого засранца. Более конкретно. Иди сюда! На, блин! Да ладно! Я его ваншотнул с обычной палки, ребята! С обычной палки я его ваншотнул. Понял, кабан? Как на батьку наезжать. Только, по-моему, он кого-то из наших довольно здорово покоцал. Это плохо. И, кстати, у нас есть метаболизм теперь. И, соответственно, я смогу питаться в том числе и мясом. Так, ребята, как вы там? Ты чё? А, ну кости сломанные, это не так страшно. Вот он! Иди сюда, лапочка! На тигра ваншотнуть, походу, дело так просто не получится. Надо здесь срочно провести исследование. Мы зашли на какую-то совершенно неизведанную территорию. Я, кажется, открыл Арктику, да? Хе-хе-хе. Вот мне сейчас только возвращения тигра не хватало, а он, видишь, к засранец может и вернуться. Так, куда мне в ту сторону, да? Во-во, подожди, всё, прям здесь уже. Отлично. Алё! И чё происходит? Что-то, что случилось такое? Я чё-то не понял. Вы побороли страх. Ну, давай. А чё? И что? Доберитесь до какой-то там точки. Что происходит вообще? Чё-то какая-то, какая-то фигня, ребят, творится в этом королевстве. Я же поборол страх. Очень странно. Очень странно и подозрительно. Выгорит побороли... Может быть, это пересечение каких-то, я не знаю, каких-то зон, и поэтому здесь несколько вот этих кругляшков? Непонятно. Ребятушки, и куда мне идти? Вот, кажется, сюда. Во всяком случае, здесь есть какой-то... Блин, свет есть, а куда идти-то? Алё! Чё происходит нафиг? Ещё и тигр, похоже, вернулся. Не, ребят, это фиговая идея. Надо возвращаться, короче, в другое место, потому что иначе тигр сейчас всех захавает. Ой, боже ты мой. Исследовать всё это самостоятельно. То есть в одно лицо. Мне не нравится, короче, заниматься исследованиями. Со стаей. Этого... Да, этого не получилось завалить с одного удара. Приходится тусить ночью. А это очень опасно. Чё-то какая-то фигня вообще на самом деле происходит. Да что ж такое-то? Чё ж ты такой настырный-то? Свинина! Сейчас ведь реально в свинину превратишься. Блин, уже три палки. Блин, да. Компенсация называется. Это называется компенсация. Да чтоб тебя, а! Ты уже и так на королеву похож, блин. Или на короля, блин. Четыре палки? Да ладно. Слушай, такого... Такого рогоноса у нас ещё не было. Блин, сломал палку. Да чтоб тебя перекосило и выплюнуло три раза. Иди сюда, гнида. Ну, наконец-то ты сдохнешь или не сдохнешь? Да ладно, пятая палка! Ой, ёшкин ты, матрёшкин, а! Это, видимо, из-за того, что они не заточены. Всё. Этот отбросил копыта, наконец-то. Сколько ж можно-то? У нас уже утро наступило со всеми этими путешествиями. Спать охота. Кобздец. Так, ребята, прошу прощения, уважаемые. Ну, нам надо куда-то всё-таки переместиться и поспать хоть как-то. Потому что сил уже вообще нету. Вопрос в том, куда. Где я был, где я не был. Мне кажется, что я просто тупо на другой стороне всего этого безобразия. Мне вот туда куда-то надо, чтобы попасть. Ну, давай попробуем вот сюда добраться. Мне кажется, что надо просто тупо попробовать поспать. Сделать здесь где-то кровать. А, вся стая тоже будет... Блин, ядритская сила. Ладно, пойдём. Подожди, а где на... Где наше убежище? Вон наше убежище. Не, подожди. Где наше убежище? Где убежище, которое считается убежищем? Остров крок... Остров крокодилов, ребята. Нам вот, походу, дело нам на ту сторону. Это что у нас? Великое озеро, укрытие за стеной. Это, соответственно, остров крокодилов. Там что у нас? Укрытие на берегу озера. Слияние рек. Ну, окей, пойдём тогда к слиянию рек, наверное. Сил вообще нет уже. Мне нужно найти какое-то знакомое место. Чтобы оттуда уже, соответственно, плясать. Где-то оставить. Так. Да ёшкин ты, кот. Чё ты бросил? Забери палку. Пойдём перекусим немножко. Ребята, все, всем, всем хавать. Какой музончик прикольно играет. Ладно, ну хоть, хоть поели немного. Хотя бы чуток поели. Так, там у нас что? Слияние рек, да? Ну, вот, наверное, в ту степь надо идти куда-то. Явно в низине не стоит обосновываться. Потому что мне кажется, что это может очень легко и плохо закончиться, как бы. В процессе эволюции я явно забыл все нормальные территории. Там что? Укрытие на... Блин. Подожди, здесь должно быть... Если укрытие на берегу озера, то должно быть этот самый... Великая... Как его? Великое древо или чё-то такое, типа того. Так, хорошо. Может быть, забраться на дерево и оттуда посмотреть. Может быть, оттуда будет понятнее. Блин, я спать ещё хочу. Кошмар. Так, вот там вот что-то есть. Да помимо вот этой хрени. Дегидритская сила. Мне надо исследовать... Понять, что вот это такое. Укрытие с хлопковым деревом. Погоди. Значит, правее. Вот туда. Вот туда нам надо. По всей вероятности, мне... Вот куда-то туда. Вот где там дальний водопад. Вот наверное, наверное, мне туда. Было бы неплохо ещё водички попить по дороге. Ой, господи. Да уж, ребятушки. Занесло так занесло. Что там у нас? Фруктовый сад. Левее. Значит, левее. По этой реке, что ли, вверх пойдём? Всё может быть. Фруктовый сад у нас был, когда мы проходили... Ну, исследовали, ходили туда в сторону выдр. О, грини, грини. Нифига я не понимаю, короче, что происходит. И где я нахожусь? Да куда ты поплыл, дебилушка? Мать твою за ногу. Знаете что? Мне кажется, надо забраться на дерево и попробовать по деревьям туда добраться. С хлопковым деревом. Да, а вот там что? Да не это гидритская сила. Да не нужна мне эта хиромантия. Мне нужно укрытие со скалой. Моё любимое. С хлопковым деревом. Там что? Изолированный водопад. Ну, в любом случае, мне куда-то в ту степь. Походу, дело по деревьям будет оптимально добираться туда. Вот это что? Укрытие под скалой. Вот оно. Ребят, мы почти пришли. Я просто не хочу стаю свою оставлять... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сдрись ты отсюда! Питонище, блин. Там будет тигр, поэтому мне надо туда прийти вооружённым. Так, смогу ли я как-то туда под деревцем... О, смотрите, там вон пещерка тоже. Но туда я не пойду, конечно же. Мне туда не надо. Всё, бебезьянище еле-еле идёт. Просто еле-еле. Слушай, ну, можно попробовать на самом деле... Я не знаю, вся стая ляжет здесь спать или не ляжет? Если я здесь сделаю... Собственно... Какое-то такое... Неубежище даже. О, господи. Ну, давай попробуем... Приказать строить. Ну, хорошо, давайте мы даже здесь обоснуемся. Да хорош выплясывать! Давайте быстренько поспим. Всё, ребят, просыпаемся. Оформившийся нейрон, поселение. Так, хорошо, давайте посмотрим, что мы можем вообще открыть. Новая способность. Ориентирование. Теперь вы сможете запомнить расположение ещё одного особого места. Ну, круто, чё. Теперь одна порция пищи даёт вам больше энергии, усваиваемых питательных веществ. Ох, нифига тут от метаболизма столько всего открылось. Лечение во сне. Теперь при отдыхе вместе для сна вы исцеляетесь быстрее. Кажется, мы сможем что-то открыть. Ловкость, рука, никакого мошенничества. Теперь при изготовлении предметов с помощью инструментов нужно наносить меньше ударов. Ну, это тоже, в принципе, круто. У нас открылась куча мутаций всяких, поэтому мы с вами сможем... Так, наверное, что-то открыть. Так, это что у нас? Усваиваемость питательных веществ. Ну, здесь мы... В принципе, нам надо теперь жрать всякое говно. То бишь, рыбу, мясо и прочее. И таким образом мы сможем с вами прокачать эти нейрончики. Теперь вы дольше не восприимчивы к отравлениям и травмам. Это в смысле дольше не восприимчивы. Наверное, как я понимаю, бафы на большее время прокатывают, да? Так, это что у нас? Мелкая моторика. Давайте мы ее тоже изучим. Кошмар, как же это долго. Ну, вот какому дебилу разработчику пришла мысль вот так вот сделать, что надо сидеть и тупо жать кнопку. Просто убивать время на абсолютно неинтересный геймплей. Теперь при любом изменении предметов вы чаще добиваетесь желаемого результата. Так я всегда вроде бы добивался желаемого результата. Нет? Исследовать что-нибудь еще могу? Нет? Вот это могу. Поселение. Глубокий сон. Надо было это сначала изучить, а потом уже спать. Хотя, с другой стороны, я один фит спал часов, наверное, 20. Нужно меньше времени для полного восстановления. Это круто. Мне бы такое в реале, знаете, сколько бы видосов смог записать. Так, уважаемая стая, собираемся. Так, опять какого-то бебезьяна пролюбили одного. Где его звать, я не знаю. Где его звать, я не знаю. Так, что мы можем, что-то, что-то мы можем на самом деле. Окей. Окей. Давай изучим, узнаем, что это такое. Теперь защита от отравлений действует дольше. Отлично. Я думал, что я научился жрать грибы, но нет. Теперь мне надо еще водой отпаиваться. Долго и упорно. Ну, может быть еще... Слушай, а может еще нажраться? Что-нибудь тех самых грибочков. Может еще какой нейрон оформится? Или я отравлюсь нахрен. Ну, смотрите, за еду мне теперь накидывают нейронные силы. Это хорошо. Сейчас, по-моему, кто-то утопился только что, судя по звукам. Так, ребята, все сюда. Все сюда я нашел много всего вкусного. Мы сможем перекусить. Да, не с варенья постоять. Так, по-моему, они все, короче, плавают где-то в воде. Нет, смотрите, некоторые умные бебезьяны сидят наверху. Вот это действительно умные бебезьянки. Остальные идиоты. Сейчас бы мне как-нибудь выбраться на берег. Я не хочу звездануться опять в воду. Это плохо закончится для нас. Оформившийся нейрон. Всеядность, ребята, вот оно. Вот оно, вот то, что мне нужно изучить. Сейчас придем на место, к скале. И там мы изучим эту долбаную всеядность. И я смогу таки на коне... О, подождите, палочки есть. Я смогу теперь есть мясо и убивать живность теперь будет небесполезным занятием. То есть надо будет ее реально разделывать. И мы сможем получить много всего вкусного с нее. И так как мы... Ну, короче говоря, у нас теперь есть много задач, которые мы можем исследовать. Ну, не задачи в смысле, а направлений для исследования. Поэтому мы можем спокойно теперь... Твою мать, это что за нахрен? Нормально. Я в этом не участвовал, но киску сожрали. Это неплохо. Видимо, кто-то из моей стаи, наверное, нарвался. О, нормально. Вы заставили питона убить соблезобого тигра. Ничего, что я их даже не видел. Ну, действительно, ничего. Погоди. Черт, у нас не все обезьяны вообще. Ядритская сила. Две обезьяны с детенышами, короче, в жопе. Ребят, мы остаемся здесь обосноваться. Надо будет сейчас найти срочно двух обезьян с детенышами. И как мне их теперь искать? Ну, надо ж так, а. Ну, что за блин? Ну, как я понимаю, надо идти к реке. Я вроде бы вдоль нее шел. Вопрос только вдоль этой реки я шел. Спасение рядового бебезьяна. Погоди, вот оно. Где вы? Алло. Я их никогда не найду. Подожди. Подождите. Вообще-то это где-то здесь. Я нашел свое укрытие, до которого мы дошли в прошлый раз. Вот они. Дебилы, блин. Ну и хрен ли вы тут, блин, забыли. Короче, пошел я в лагерь. И, да, нам надо теперь, соответственно, прокачивать нейрончики и заниматься исследованиями. Вообще, в другой биом теоретически неплохо было бы попасть. Так, ну, вы вряд ли за мной здесь идете. Я даже ни грамма не сомневаюсь, что фиг вы там куда ползете. Так, 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 так. Здесь у нас питонище. Питонище нам здесь сейчас совершенно не нужен. Давайте зажимаем shift и пугаем его нафиг. Ползи отсюда. А еще и кабанов напугали. Кстати, кабанчики не всегда боятся сволочи. Они очень часто, наоборот, атакуют, когда ты начинаешь их пугать. Даже стаи. Интересно, а всеядность? Я теперь и вот эти вот грибы смогу есть? Это было бы прикольно. Так, все, все на месте. Завершить вылазку. Все на базе, да, все на базе, наконец-то. Можно теперь пойти попить водички. Потому что воды я уже не пью вообще черт знает сколько времени. Родное местечко, буквально. Ох, я буду отпаиваться сейчас долго-долго. Как будто бы весь день вчера бухал. И смотрите, сколько у нас там вопросиков, которые требуют изучения. Именно к ним мы с вами и направимся. Но, наверное, уже в следующий раз. А сейчас мне бы на самом деле в первую очередь найти тот самый метеорит. Вроде бы все, отпаился. Давай палочку. Пойдем сейчас попробуем метеоритик найти. Опа, с одного удара, ребята. Теперь с одного удара инструментом обрабатывается эта хрень. Так, давай-ка мы сейчас защиту получим. О, оформившийся нейрон очередной. Профилактическое средство. Круто. Если бы они еще научились быстрее пить кокосы, было бы вообще замечательно. А то уж очень долго. Смотрите, еще один оформившийся нейрон. Круто. Только зря я все это сейчас сожрал, натерся и т.д. и т.п. Потому что времени у нас уже... Опаньки. Еще одно. Времени у нас уже 5 часов. Я вряд ли сегодня куда-то пойду. С другой стороны, проверим, если с вечера натереться и наесться. Ядритская сила. Вы посмотрите, что происходит. Офигеть, я тут нейронов-то наколбасил. Два, три, четыре. Круто. Задолбаюсь я это все переводить. Давайте посмотрим, что вот это такое. Это, скорее всего, всеядность. Адаптация организма к грибам. Теперь съеденные грибы не оказывают на организм столь пагубного влияния. Обезболивание. Теперь защита от травм действует дольше. Да, метаболизм очень полезная мутация. Предотвращение ран. Теперь защита от кровотечений действует дольше. Насколько дольше? Переносимость ядов. Теперь защита от отравления ядом действует дольше. Капитан Очевидность. Переносимость пищевых отравлений. Ну, это все то же самое. Так, обонятельная память, ориентирование. Что такое ориентирование вообще? Теперь вы сможете запомнить расположение еще одного особого места. Уверенность в себе. Дальность созыва всех членов стаи увеличена. А как его прокачать-то ядрит... А, он не требует прокачки. От него никаких связей вроде бы нет. Ну, окей. Надо дождаться следующего дня, наверное. Пока можно сбегать за кокосами, к примеру. Где наша оружейка? Оружейка у меня, по-моему, вот здесь. Вот, смотрите, сколько у меня здесь копий. И можно притащить еще несколько кокосов и их, наверное, обработать как-нибудь. С кокосами можно, кстати, не только их таскать с собой, да? Можно их еще кидать, в принципе, на базу. Ну, я возьму всего парочку. Я думаю, что мне парочки хватит. Где-нибудь здесь побросаем. А, ну да. Мне надо сначала ее просто тупо очистить. А вот ручками обрабатывать все-то... А, нет, смотрите, теперь несколько быстрее. Ну и пора укладываться спать. Доброе утро, страна. В общем-то, смотрите, действительно, защита с нас довольно слабенько ушла. Давайте сейчас мы ее немножко еще пополним. Потому что этого дерьма у нас достаточно. Натремся еще немножко от кровотечений. И по дороге я пожру просто вот этих вот цветочков. Не буду я сейчас переработанным есть. Пойду я один. Я хочу найти все-таки метеорит. Он где-то должен находиться в сторону нашей предыдущей базы. Самой первой. В болотине. Так, есть какие-нибудь... Так, ну это понятно. Есть какие-нибудь вопросики, которые находятся недалеко. Кстати, у меня довольно сносно начало получаться ползать по... Погоди, погоди, погоди. Здесь нету случайно цветочков? Нет, здесь цветочков не случайно, не специально нету. По веткам более-менее научился я ползать. Ну, не скажу, что прям супер. Но как-то уже получается. Теоретически где-то здесь у нас уже начинается болото. Но метеорита я пока не вижу. Наверное, несколько дальше. О, питонище. Питонище. Ты что здесь делаешь, злый день? Валил бы ты лесом. Погоди, во, 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 то, что мне нужно. Сейчас быстренько пополним еще от переломов и от температурки свой бафчик. Ой, как аппетитно он жрет эти листики. Все, доели. Доели, допили, погоди. Так, 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 так. Есть у нас... Подожди, а где болотина вообще начинается? А это что такое там? За куча какая-то. Куча мала. Так... Мне кажется, что надо идти вдоль речки. По-моему, малое болото должно находиться где-то вот там вот впереди. Потому что, ну, не справа. Справа большое болото. И так же, как я понимаю, хождение по реке все-таки прокачивает. Прямохождение, ну, немножко другое. То есть, прямохождение бывает разное. Синее, белое, красное. Сейчас посмотрим. Вот, да, пошла прокачка. Там есть... Опаньки. Кто тут у нас? Кто тут? Тут у нас Кабанидзе. Ну-ка. Вон идите! Так, один вроде бы... Нет, он, по-моему, не испугался. Он просто, ну, болт забил на меня. Да плевать он хотел, собственно, да? Ну, может, он на эту сторону не пойдет за мной? Потому что он мне, в общем-то, здесь-то и не нужен. У нас тут уже болото начинается. А еще здесь, по-моему, кто-то еще здесь есть, если не ошибаюсь. Вот, первое болото. Так, змеюка здесь какая-то. И где же есть... Блин, как этот метеорит найти? Он будет вообще где-то как-то подсвечиваться? Или не будет? На болото похоже, теоретически. Что-то я здесь где-то не нашел, да? О, крокодил бегает. Крокодил-змеюка. Крокодил-бил-билд живет. Меня это не... Волнует. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Подожди. Секундочку. Так. Ну, исследование я... О, погоди. Вот-вот-вот-вот. Это что такое? Вот, мне кажется, что это примерно оно и есть. Нифига себе. Это я удачно зашел. Я упал на кабана. Кабан в шоке. Кабанидзе, вшел бы ты лесом. Да чтоб тебя перекосило и выплюнуло. Кто там до меня опять докапывается? Похоже, придется с кабаном сначала разбираться, прежде чем я смогу... Да, там еще один кабан. Ветки есть где? Ну, по-любасу я заполни... Я тебя запомнил. Да, это метеорит, короче. Мы смогли его найти. Я не вижу ни одной сухой ветки. Вот в чем проблема. А на деревьях... Неужели здесь... Да, здесь... Вот когда надо, когда надо, никогда их нету. Да что ж ты не прыгаешь-то никак? Ааа! Прыгнул. Замечательно. Отличный вариант. Где сухие веточки? Так, ну, во-первых, давайте мы запомним местоположение вот этого вот метеоритика. Потом его заберем. По-моему, где-то вот в той степи у стеночки по любасу должны быть палочки. Чтобы сделать себе палку и отпугнуть кабанчика уже по полной программе. Так, не-не-не-не-не, пугать тебя без палки в руках, ты офиг... Опа! Вот это поворот! Вот это замечательно! Я, кажется, подставил кабанидзе. Свинина, прости. Питончик, с тебя, кстати, бабосик. За то, что я тебя жратвы подогнал. Теперь можно, по-моему, забрать и то, что нам принадлежит. Или там было два... Погоди, погоди, а где? Да, что-то, что-то она слетела после заставки, короче, как-то это неправильно. Короче, опа, там есть второй еще кабан, конечно. Ну, он вроде бы занят немножко. Что это у нас? Давай посмотрим. Это у нас... Э, черт, это же метеорит! Я, кажется, уже такое видел. Да, совершенно определенно, я уже такое видел. Давай, давай, забирай, забирай. Вот, отлично. Метеорит у болота, ребята. Найдено новое интересное место. А исследовать-то мне его дадут, ребята? Типа, я уже такое видел, да? Вот это вот, по-моему, ребята, это очень плохая мысль сейчас сидеть около болота и заниматься осмотром метеоритов. Кобзец просто, какая плохая мысль. Так, но, кстати, метеоритом мы вполне можем обработать веточку. Только что-то это очень долго получается. Вон пошел! Я метеорит пролюбил, по-моему. По-моему, я пролюбил метеорит. По-моему, мы с тобой уже встречались, господин товарищ барин. Мать же твою за ногу. И что мне с тобой... Вот что мне с тобой делать, а? Так, ладно. Палки есть? Нет? Конечно же нету, блин. О чем вы можете... О чем еще можно тут говорить? Так. Подожди, ты убежал, что ли? Да ладно. Извините, сударья-сударыня. Если что, я в тебя воткну эту палку, прямо не очищая. Это знаете... Товарищи, вы не могли бы достать зонтик у меня из задницы? Нет, не мог бы здесь слишком много народу. Ну тогда хотя бы закройте его. Ой-ой-ой-ой, вот это крокодил, походу. Господи, что тут вообще происходит? Все, возвращаемся на базу, короче. Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать, наверное. Если вам понравилась эта серия, обязательно поставьте лайкосик. И подпишитесь на канал, если вы смотрите регулярно мои ролики, но не подписаны. Я буду очень-очень благодарен. Потому что, ну, честно говоря, я очень хочу доснять эту игру. Но такой низкой статистике по подпискам, как сейчас, на моем канале, не было года два, наверное. То есть, по просмотрам еще более-менее ничего, а вот по подпискам как-то совсем все печально. Порадуйте, старика Грини, подписочкой. Ну, а я дальше буду пилить для вас различные ролики, не только обезьянок. В программе еще и другие игры, плюс еще видео с нашей поездки на байдарках. Короче говоря, много-много всего в планах у меня имеется. Ну что, ребят, с вами был Грини. Всем отличного настроения и пока-пока.